Друзья, приветствую всех на канале AtamonFly. Сейчас у нас время половина восьмого. Глеб только что у меня ушел в школу. Я встаю и буду готовиться к свишенплюфангу в плане всех вещей, чтобы у меня были. Чтобы была проглажена хорошо форма, чтобы у меня было портмоне, чтобы было очень много других вещей, которые должны быть у официанта. И вот эта подготовка мне напоминает строевой осмотр, когда я проходил в полиции. То есть ты должен выложить все, что должно у тебя быть. А это все, это целая страница полностью прописанных вещей, которые должен с собой, по идее, как я сказал, носить официант. Так что подготовка окончательная к свишенплюфангу начинается. У меня еще есть время 3 часа, и мой влог с вами и день тоже начинаем. Итак, друзья, сейчас у нас время уже 10.45. Я иду на поезд. Через 10 поезд у меня будет приблизительно в 11.15. Я буду уже в городе Ваймар. Нужно пораньше прибыть на свишенплюфинг, на промежуточный экзамен. Почему это важно? Потому что нужно побеседовать с теми коллегами, которые уже это сделали. То есть у нас первая группа делает свишенплюфинг с 8 до половины 12 приблизительно. И мы будем делать с 12 до половины 4 приблизительно. Так что нужно с ними поговорить, все разузнать, как все проходило, какие у них задания были. И, как я сказал вчера, у меня какого-то такого особого волнения нет. Я вообще никак не волнуюсь. Единственное, что нужно было подготовиться, как на стройбой смотр в полиции, чтобы все было. Вот. А так все будет нормально. Пожелайте мне успехов и удачи на этом прюфинге. Я думаю, что все будет отлично, и я его спокойно пройду. И дальше смогу обучаться. Если этот трюфинг будет не пройден, значит, отправляют этого человека на первый курс. То есть второй курс, значит, первый ты не прошел, должен заново начинать учиться. Надеюсь, со мной этого не будет. Не хочется идти заново учиться на три года на первый курс. Все. Я уже подхожу к вокзалу и еду. Итак, друзья, все. Закончился у меня цвишн-прюфинг. Было, ну, как бы, письменная часть была для меня сложной. Но я написал все. Одно задание только не сделал. Было шесть заданий. Одно задание я не сделал. Проходило, кстати, все, видите, за мной здание находит это. Называется отель Кайзерин Августон. Там все проходило у нас. Это прямо рядом с Панхофом. Вот он, отель. Вот за мной Панхоф. То есть перейти через площадь, и я уже там. А практической части мы готовили опс-салат. Потому что первая группа готовила гифлюгель-коктейль, а мы готовили опс-салат. То есть мы вчера как бы это делали, мы были подготовлены немножко. Поэтому было уже знакомо, что нужно и как делать. И в общей сложности, я не думал, что получу столько баллов, но я получил 81 балл. Интересно. Из 100 баллов 81 я получил. У нас некоторые получили наравне со мной. То есть также по 81 баллу. Кто-то один из наших... Я был один иностранец, сразу оговорюсь. В нашей группе было 6 человек, я был один иностранец. А кто-то из наших получил 78 баллов. Это самый низший балл был. Самый высший балл был 84. И у двоих, у троих, было 81 балл. И у одного 80 баллов. То есть вот так вот распределились баллы. Я очень доволен и очень рад, что смог пройти этот предварительный промежуточный экзамен. Сейчас я еду в город Вольта. И так, сейчас у нас время уже 21.05. Я иду в фитнес-клуб для того, чтобы потренироваться, позаниматься. Так как вчера я не ходил, готовился к цвишн-прюхангу. И вот сейчас настал тот момент, когда я иду заниматься. Но иду я через центр, через магазин Kaufland, потому что... Смотрите, что у меня есть. У меня есть столько вот бутылок. Это целых два больших пакета бутылок, пустых, которые у нас накопились за последние, наверное, недели-две. Да, за недели-две накопилось. И вот сейчас я их сначала сдам в Kaufland. Ну, почему в Kaufland? Это далеко, потому что сейчас темно, и меня никто с ними не видит. Мало кто видит. Точнее, конечно, кто-то встретится у меня по пути. Но это будет один-два человека от силы. Поэтому сейчас я иду сдавать их в Kaufland. Несу аж в центрах. Это где-то приблизительно больше, чем километра идти до этого магазина. Вот с такими вот, вот видите. Целых два таких здоровьящих пакета. Чувствую себя тем человеком, который ходил в бутылки, собирал весь день. Сейчас идет их сдавать. Да, дожился, Алексей, дожился до такого. И потом уже после Kaufland я иду заниматься в фитнес-клуб. То есть там уже недалеко. И пойду занимаюсь. Также ко мне сегодня присоединиться Инна после работы. Она сегодня во вторую смену до 21 часа. И потом присоединиться ко мне. Так что будем заниматься вместе спортом. Потому что нужно всегда поддерживать себя в тонусе. Итак, сдал я бутылки. Эти два пакета меня потянули на 11.50. То есть 11 евро 50 центов. Вот подумайте, да? То есть как бы... Ну, это приблизительно, если для моих подписчиков возрасти и перевести... 850... Да, 850 рублей. Это я сегодня только сдал бутылки. Которые у нас накопили за два... За две недели. За два неделя. За две недели. Так что так. Сейчас иду уже все. Фитнес. Итак, друзья, пришел я уже в фитнес-зал. Видите, какой у меня хороший прикид, классный. Почему? Потому что здесь наша раздевалка мужская украшена различными шляпками. Сейчас я одену еще одну шляпку и еще одну. Здесь их три целых. Почему? Потому что в субботу будет у нас карнавал проходить ежегодно в городе Диапольда. И сегодня уже сейчас я мимо клуба проходил, мимо нашего Дома культуры, да? По-другому, если это назвать. То сегодня там тоже проходят мероприятия. Очень много наряженных людей, очень много пьяных людей и тому подобное. А я сейчас одену вам следующую шапочку. Как вам такой прикид? Такая кепочка, такая лучше, наверное, больше где-то, да? О, классно. Отлично выгляжу. Отлично выгляжу и готов к ежегодному карнавалу, да? Сейчас еще покажу. Есть еще вот такой вот вариант. Интересный. Вот, смотрите, как он выглядит на мне. Вот, это третий вариант, который здесь располагается. Но хватит, повеселились. Карнавал будет в субботу. А я сейчас иду заниматься спортом без всяких таких нарядов. Спорт, спорт, спорт. Итак, друзья, час тренировки прошел. Сейчас все домой. Время уже около 11 часов. Без 15.11. И Инна ко мне тоже пришла. Как раз я пришел, потом Инна пришла сразу практически через несколько минут. И мы позанимались. Больше чем час. Час 10 приблизительно. И сейчас переодеваемся на своей раздевалке. Я в своей раздевалке. И идем домой. На этом сегодняшний влог будет заканчивать. Желаю всем всего доброго, всего хорошего. До встречи в завтрашнем влоге. И всем бейсбальт. Чус.